Глава тридцать девятая Конечно, никакая личная повесть не может считаться законченной, пока судьба героя неизвестна до самого последнего момента. В этой книге читатель не найдет исправившегося пьяницы. Я никогда не был пьяницей и мне нечего исправляться. Несколько времени назад мне пришлось совершить плавание вокруг мыса Горн на паруснике. Путешествие длилось 148 дней. Я не захватил с собой алкоголя и, хотя виски капитана в любой момент было к моим услугам, за все время не выпил ни одной рюмки. Я не пил потому, что не чувствовал желания делать это. Никто на судне не пил, подходящей атмосферы не было. А органического увлечения к алкоголю я не испытывал. И тут передо мной стал ясный и простой вопрос. Раз это так легко, почему не воздержаться от вина и на суше? Я тщательно взвешивал и обдумывал этот вопрос в течение всех пяти месяцев путешествия. И все это время я абсолютно ничего не пил. В результате, на основании данных прежнего опыта, я пришел к кое-каким выводам. Во-первых, я уверен, что на 10 или даже на 100 тысяч человек не всегда найдется один настоящий алкоголик. Употребление спиртных напитков, по моему мнению, чисто умственная привычка. Это не то, что пристрастие к табаку, кокаину, морфию или другим наркотикам. Влечение к алкоголю возникает исключительно в мозгу. Там же оно развивается и растет. Но почвой для него служит общение с людьми. Из миллиона пьющих, пожалуй, ни один не начал пить в одиночестве. Все начинают пить в компании. И привычка к алкоголю укрепляется при этом тысячью возникающих попутно ассоциаций и влияний. О которых я рассказал в первой части этой повести. Эти-то ассоциации и влияния больше всего способствуют развитию привычки к спиртным напиткам. Роль самого алкоголя, по сравнению с ролью общественной атмосферы, в которой его пьют, очень незначительно. Редко можно встретить человека, который чувствовал бы непреодолимое органическое влечение к вину, не привыкнув пить его в компании. Я допускаю, что такие люди существуют, но сам никогда не встречал ни одного. За это пятимесячное путешествие я твердо убедился, что алкоголь отнюдь не занимает место среди потребностей моего организма. Но зато я обнаружил и другое, а именно, что эта потребность коренится исключительно в уме и в общении с людьми. Мысль об алкоголе немедленно вызывала у меня по ассоциации представление о дружеской компании. Когда же я думал о компании, то ассоциацией был алкоголь. Компания и алкоголь были слиты в моем представлении как сиамские близнецы. Они никогда не возникали друг без друга. Читал ли я, лежа на палубе в складном кресле, или беседовал с кем-нибудь из пассажиров, случайное упоминание о какой-либо части земного шара тотчас же вызывало во мне представление о тамошних напитках и друзьях, с которыми я распивал их. Все прекрасные ночи, дни и минуты, все яркие воспоминания и безумства, связанные с этим, начинали тесниться в моей памяти. Я вижу на странице книги имя Венеции и тотчас же вспоминаю столики в кафе и на тротуарах. Битва при Сантьяго, говорит кто-то, и я отвечаю, да, я бывал там. Но я не вижу перед собой ни места битвы, ни Кэтл Хиля, ни Дерево Мира, а только кафе Венера на площади Сантьяго, где однажды знойным вечером пил и беседовал с одним человеком, умиравшим от чахотки. Я слышу название лондонского Ист-Энда, и передо мной встают освещенные трактиры, а в ушах раздаются крики на два пенса горькой, на три шалпанского, латинский квартал. Я сразу вижу себя в студенческом кабачке, вокруг веселые и возбужденные лица, все мы пьем холодный, хорошо очищенный абсент, в то время как взволнованные и хриплые голоса, быстро решающие вопросы о Боге, искусстве, демократии и другие столь же простые проблемы существования, становятся все громче и громче. Во время бури в Рио-де-Ла-Платта мы решаем в случае аварии зайти в Буэнос-Айрес, американский Париж. И в моей памяти тотчас встают зелитые цветом переполненные кафе, звон поднятых стаканов, песни, веселье и гул возбужденных голосов. Попав затем в полосу северо-восточных муссонов в Тихом океане, мы уговариваем нашего капитана зайти в Гонолулу, причем, убеждая его, я вспоминаю Ланайи, веранды, на которых мы так часто пили коктейли и шампанское, что нам подавали на берегу в Вайкики. Кто-то из пассажиров рассказывает, как приготовляют в Сан-Франциско диких уток, и я немедленно переношусь в шумный, освещенный зал ресторана и сквозь бокалы золотистого рейнвейна различаю лица старых друзей. «Я пришел в результате к тому заключению, что с удовольствием посещу вновь все эти прекрасные места, но только при одном условии – со стаканом в руке». В этой фразе есть что-то магическое. В ней содержится гораздо больше значения, чем в словах, из которых она состоит. «Я всю свою жизнь прожил в атмосфере, которую как нельзя лучше отражает эта фраза – со стаканом в руке». Она сделалась теперь частью меня самого. Я люблю сверкающие, остроумие, сердечный смех, звенящие голоса мужчин, когда со стаканом в руке они захлопывают дверь в серый мир и начинают жить новой, безумной, радостной, ускоренной жизнью. «Нет, – решил я. – при случае я буду пить». Несмотря на мудрые мысли, усвоенные и переработанные мной, я спокойно и сознательно решил продолжать делать то, к чему привык. Я буду пить, но умереннее, осторожнее, чем раньше. Я не позволю себе превратиться снова в ходячий факел и никогда не призову белую логику. Теперь я знаю, как уберечь себя от этого. Белая логика похоронена теперь рядом с долгой болезнью. Ни та, ни другая не станут теперь больше терзать меня. Долгую болезнь я похоронил уже много лет назад. Она спит непробудным сном, так же, как и белая логика. Теперь в заключении я могу сказать лишь одно. Я глубоко сожалею о том, что мои предки не уничтожили своевременно ячменное зерно. Я жалею о том, что ячменное зерно по-прежнему процветает на каждом шагу в том обществе, где я родился. Иначе бы я не познакомился и не сблизился бы с ним до такой степени. Продолжение следует...